Адресная информационная поддержка, именно так можно назвать семинар, прошедший сегодня в стеноградской администрации. Совет ветеранов Челябинской области совместно с Управлением социальной защиты населения Магнитогорска собрал ветеранский актив города и разъяснил ситуацию с льготами на взнос за капитальный ремонт. Подробности далее. Море волнуется ветром, а народ слухами, гласит пословица, чтобы в информации о таком важном деле, как компенсация взносов за капитальный ремонт, была как можно меньше неточностей, и собрались в Малом зале городадминистрации пенсионеры-активисты и представители ТОСов. Все точно узнать, чтобы не с Рафанова ради, а здесь знать. Какие чаще всего задают пенсионеры вопросы, что больше всего тревожит? Больше всего тревожит, особенно старых, пожилых, которым уже исполнился вот этот льготный период, и они не знают, что делать, платить, не платить, и что им вернут, не вернут. За этот год, что платили, вернут, не вернут, тоже никто ничего не знает, всем неведение. Начальник управления социальной защиты населения городской администрации Ирина Михайленко рассказала собравшимся о поправке в федеральное законодательство, которое затрагивает инвалидов первой, второй групп, детей-инвалидов, граждан, имеющих детей-инвалидов. Чтобы им получить льготу, нужно быть прописанным в том жилье, за которое осуществляется оплата, и не должно быть задолженности по оплате капитальных ремонтов. Расчет производит Управление социальной защиты населения. Процесс этот автоматический, то есть никуда приходить и подтверждать право на льготу не нужно. Выплаты начнутся с 1 марта. О второй категории льготников, людях, достигших 70-летнего и 80-летнего возраста, рассказал приехавший из Челябинска председатель социальной комиссии областного совета ветеранов Валерий Лугинин. Он пояснил, что претенденты на льготы должны быть собственниками. С ними не должно проживать граждан, не достигших 70-летнего возраста. Нужно получать пенсию через Управление пенсионного фонда по Челябинской области и не иметь долгов по оплате капремонтов. Если вы на все шесть этих вопросов ответили «да», то вы имеете право на льготу. В этом случае очень просто. Всего две строчки в таблице номер 1. Если вам 80 лет, то вы получите сумму компенсации 361 рубль 80 копеек. Если вам 70 лет, то вы получите компенсацию 180 рублей 90 копеек. Выплата носит заявительный характер, и граждане будут получать специальные приглашения. Начнутся выплаты с 1 марта. Галина Смирнова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВН.